Всем привет, с вами Сол Гудман, и это видео посвящено крушению Боинга, который произошел сегодня, а именно 19 марта 2016 года. Видео записывается 19 марта 2016 года в 4 часа дня. Собственно, давайте так, сначала официальная версия. Официальная версия гласит, что сегодня ночью в Ростове-на-Дону, а именно в 3 часа 42 минуты, или 40 минут, там еще точно не определено, ну, давайте так, 3 часа 42 минуты, произошло крушение Боинга 737-800, который следовал из Дубая, это Арабские Эмираты, объединенные, в Ростов-на-Дону, Россия. Самолет вылетел в 22.20 оттуда, прилетел в Россию где-то в час 20, по-моему, ночи, но сесть не смог из-за плохой погоды. Два часа он кружил над аэропортом, а потом рухнул при посадке, или упал при посадке, или задел взлетопосадочную полосу и взорвался при посадке. В общем, короче, при посадке, в итоге, в 3 часа 40 минут, он взорвался и полностью, так сказать, аннигилировался. Вы поймете, почему дальше. Сразу, с самого утра, было заявлено, что все люди погибли, 62 человека плюс 7 членов экипажа на борту. Ну, в общем так, трагедия случилась, все грустят, несут свечки, мишек, репостят, лайкают другие репосты и так далее, и тому подобное. Печально, все плачут, траур, СМИ разносят эту весть. Но так ли это было на самом деле? Давайте разбираться. Итак, давайте для начала проанализируем видео, которое, собственно, является главным доказательством того, что, собственно, эта трагедия вообще случилась. То есть, вот это видео, оно сейчас есть практически везде. Итак, видео вы посмотрели. Значит, что у нас получается? Самолет упал, взорвался, зарево, проблем нет. Но давайте разбираться. Я изучил, вот с утра, по крайней мере, когда это все стало известным, все, что можно было изучить. Естественно, я зашел на сайт 9.11, естественно, я прочитал все, что там есть. Естественно, перешел по всем ссылкам, изучил статью в Википедию, которая уже написана, но об этом мы поговорим дальше. И к чему я пришел? Давайте разбираться с видео. Смотрите, видео снято не в аэропорту. Для того, чтобы вы понимали, что такое видеокамеры в аэропорту, потому что аэропорт это объект, вообще-то, ну, охраняемый, это стратегический объект. Камер там как говна. И они снимают очень хорошо. Вот вам небольшая нарезка того, как снимают на самом деле камеры, видеокамеры, которые находятся на территории аэропорта. Вот зацените просто. Суть не в том, что было на видео. Главное, качество. Увидели, да? Качество хорошее. А теперь сравним с тем качеством, которое нам предоставляют. Теперь смотрите. Это видео снято не в аэропорту. Оно снято намного дальше. Где оно снято? Давайте разбираться. Люди на 911, короче, поискали. Я проверил. Я согласен с тем, что, скорее всего, это видео было снято с авиасалона Peugeot, которое находится на проспекте Шолохова, собственно, в Ростове-на-Дону. Вот его снимки и вообще все, что касается этого авиасалона. Для того, чтобы было понятно, вот смотрите, вот три дерева сросшиеся. Это самое лучшее доказательство. Вот три дерева сросшиеся на видео. То есть, скорее всего, велось оттуда. Но самое интересное, что посмотрите, как было снято видео. То есть, видите, это монитор. Монитор отвратительного, ну, не монитор имеется в виду, а видео на мониторе отвратительного качества, которое снимали, стоя рядом с этим монитором, с этого монитора, наверное, на Nokia 3310. Ну, по-другому я не могу понять, почему такое ужасное видео. Если камера стоит не в аэропорту, а стоит на авиасалоне, понятно, что видео может быть не очень хорошего качества. Но его даже не стали, ну, знаете, там, флешку, например, воткнуть или как-то сбросить. Нет, зачем? Сняли на 3310 или еще более худший, я не знаю, телефон с этого монитора и сказали, что вот главное видео. Теперь давайте разберем видео, ну, конкретное. Смотрите, вот идет падение и взрыв. Если замедлить это падение, то мы увидим, что падение идет в одну сторону, а взрыв через долю секунды происходит чуть-чуть левее. Ну, скорее всего, это не чуть-чуть, а несколько сотен метров. То есть, место крушения одно, а взрыв в другом месте. Это конкретно видно, если просто, ну, присмотреться. Плюс к этому, на сайте 9.11 один из пользователей выложил свою версию, ну, то есть, версию того, что не было никого крушения на сайте, или, скажем, на ресурсе «Я плачу». Я специально, ну, ради смеха, наверное, снял это его послание, этот пост и комментарии к этому посту. Давайте посмотрим вместе. Ну, вот этот пост. Друзья, уверен, что накидают мне кучу шпал, но все же осмелюсь высказать свое мнение по поводу падения самолета Boeing 737-800 Ростов-на-Дону. Прошу сначала прочитать мой пост. Вот, собственно, он в этот пост. Здесь примерно то же самое, что я говорю вам сейчас и буду еще говорить. Ну, кому интересно, может почитать. Я специально оставлю этот момент для того, чтобы вы смогли прочитать. Но главное, самое интересное, это комментарии, которые к этому посту люди накидали. Давайте прочитаем их. «Да, проще получить шпалы, чем подумать перед тем, как писать». «Да уж». Ну и очень смешно. «Ну ты сам просил, извиняй». «Ты с РЕН-ТВ?» Мне такое часто говорят. «Весеннее обострение». «Ну и так далее». «Бухать завязывай». «Пойду тоже дуну». «Ну что за хуйню ты тут напостил?» «Грибов обкурился». «Ну и, собственно, закрытая эта тема, остаешься на второй год». Там написано, что пост провисел 7 минут. Вот так-то, господа. Ну, понятно вам, да? То есть, быстренько все закрыли. Там, естественно, люди, у которых в башке, ну, насорно, наверное, мозгов нету, критически мыслить не умеют. И являются, по большому счету, баранами и овцами. Думать и не умеют. Им сказали, что произошла катастрофа. Она произошла. Все, здесь как бы думать не надо. То есть, скорее всего, это видео, компоновка из настоящего видео, которое было снято с камеры, ну, наблюдение просто в ту сторону, просто в ту сторону. Это, кстати говоря, говорит еще о том, что машины проезжающие, они настоящие, они просто проезжают мимо. То есть, скорее всего, когда они проезжали этой ночью, они не подозревали, что, оказывается, ну, справа от них огромный взрыв происходит. То есть, скорее всего, это настоящее видео, снятое мобильником с монитора этого автосалона. Потом туда наложено падение, которое взято, скорее всего, ну, с падения, которое произошло в Казани 18 ноября 2013 года. И уже взрыв, соответственно, был сделан на компьютере. То есть, знаете, такая компоновка, которая вроде как и настоящая, и одновременно не настоящая. То есть, вот примерно как-то так произошло. Хорошо. Идем дальше. На этом же сайте 9.11, когда я его начал читать, в самом начале я увидел вот этот пост. Посмотрите. То есть, этот пост говорит нам о том, что статья в Википедии была написана и уже была сделана в 6 часов 22 минуты. Вдумайтесь. В 3 часа 42 минуты произошла катастрофа, а уже в 6 часов 22 минуты была статья на Википедии. Причем это автор нашел ее тогда и сделал пост на этом сайте. Но, скорее всего, статья в Википедии была написана еще раньше. Какова вероятность ночью за 3 часа создать абсолютно нормальную статью на Википедию, где будет написано все, кто упал, где упал, кто погиб, сколько погибло, что сделали, фотографии. То есть, сами понимаете, это, ну, мягко говоря, это невозможно просто. Но это есть. Но это не самое интересное. Когда я начал снимать эту статью в Википедии, я обнаружил, что ее редактирование идет прямо сейчас. Вот смотрите. Когда я делал запись в первый раз, здесь никакого не было надписи о том, когда была статья отредактирована. Через 15 минут, когда я делал еще одну запись, оказалось, что статья все-таки редактируется. Когда я перед тем, как сюда записывать ролик, опять туда залез, она сейчас опять редактируется. Вы скажете, это нормально то, что ее редактируют. Ну, то есть, как бы, новые сведения поступают, ее редактируют. Вопросов нет. Но как можно сделать статью через 3 часа ночью после крушения? Ну, это, как бы, мягко говоря, это просто невозможно. Но мы идем дальше. Уже сейчас было сделано большое количество групп ВКонтакте, где огромное количество людей постят, плачут, значит, там, свечки, мишки и так далее. Люди, которые начинают уже требовать деньги, ну, якобы на сборы для погибших людей, собственно, и указывают свои реквизиты, куда можно денежку, да, скидывать. Сняты видео. Эти видео разосланы по всем СМИ. Есть иностранные, наши. Все скорбят, все знают. Уже, уже сейчас, уже сейчас. Через 5-6 часов после катастрофы около 600 родственников оказались в Ростове-на-Дону. То есть, у 60 человек 600 родственников. Ну, хорошо, это просто были очень такие многодетные семьи. Фотографии, то есть, вопросов тоже нет, как бы, да? Ну, то есть, это ж нормально, да, что когда через 3 часа все уже готово. Это нормально, в кавычках, естественно, я так понимаю. Но мы идем дальше. Я еще одно видео нашел, оно тоже указано на сайте. Очень интересное видео, оно на Live News. Это снято, и это полный эксклюзив. Давайте сначала посмотрим его полностью. Оно вам понравится. Оно вам понравится. Казалось бы, все нормально. Вот видео. Правда, человеку очень повезло, что он заранее знал, где нужно стоять и снимать. Ну, какое такое дело. Ну, повезло человеку. Как бы так. И вот, смотрите, взрыв, да, произошел. Все нормально. Вот он горит. Казалось бы, вопросов нет. Ну, то есть, видео нормальное, да? То есть, вот он снял видео. Ну, взрыв, там, упал самолет, да. Что странного? А странностей две. Ровно две, но они очень серьезные. Для начала вот эта странность. Обратите внимание, что сначала идет ужасная запись. Какой-то вообще сумбур все серое, отвратительное. Ничего не понятно. Потом бах, яркий взрыв. Все становится цветным, а потом опять серым. Обратите внимание, что это склейка. Просто самая настоящая склейка. Это монтаж. То есть, это видео не оригинальное. Это склейка. Ну, не это самое интересное. Самое интересное дальше. Когда мы смотрим на зарево пожарище. Вот он горит, бушует пламя. Люди погибают. Ужас. Все кричат. И, эээ, а куда делось, собственно, пламя? Ну, то есть, вы понимаете, да? Что это видео фальшивка. То есть, возможно, человек действительно стоял и снимал просто место. Ну, на фотоаппарат там или на, я не знаю, на камеру. Ну, навряд ли на камеру. Скорее всего, на телефон 3310. А потом уже на него, на это видео наложили, что надо, и сделали. Потому что, скорее всего, видео оригинальное. Но взрывы, они не оригинальные. То есть, да, понимаете? И это все появляется сейчас. Так вот потихонечку, потихонечку. А теперь к самому железобетонному доказательству. Собственно, фотографиям с места крушения. Итак, вспомните, пожалуйста, крушение, которое произошло год. Ну, не год назад, там, ну, в октябре 2014 года на Синайском полуострове, когда наш Боинг упал с 10-километровой высоты. Помните? Я сейчас у вас память освежу. Смотрите. Вот фотографии этого Боинга, который упал, и как бы, ну, там все погибли. Понятное дело. Обратите внимание, что самолет, который рухнул с 10-километровой высоты на земле, в принципе, оставил крылья более-менее, да, хвост, какие-то части целые, неразрушенные, даже не помятые в некоторых местах. 10 километров. А это пустыня. То есть, по большому счету, как бетон. А этот самолет, который кружил два часа, почти все свое топливо сжег, то есть взрываться, по большому счету, нечему, гореть особо тоже нечему. Начал сам не падать, а сам спускаться на посадку и упал с небольшой высоты, несколько сотен метров, может, километр. Он не просто сгорел, ну, вот вы просто посмотрите на фотографии. На этих фотографиях видно, что там ничего не осталось. Где шасси? Где стойки шасси? Где крылья? Где фюзеляж? Где мотор? Где вообще хоть что-нибудь? Ничего нету. Это поле, где просто все в шелуху, просто в ноли. Как такое может быть, скажите? Как может самолет, Боинг, гигантский самолет, который со всеми делами там под 90 тонн весит, просто-напросто в крошку, в пыль просто испарился, и это при этом то, что погода действительно была плохой. Всю ночь лил проливной дождь, а сейчас там идет снег, то есть везде вода, сыра. При этом он просто в ноль абсолютно уничтожился. Осталась одна крошка, ничего не осталось. При этом самое интересное, видим людей со штативом, которые в пожарной форме ходят. Мы видим людей, которые там полиция приехали и прям ходят по этим обломкам, машины затаптывают улики, никто ничего не делает, место не огораживается. То есть какой-то бред и сумбур. Самое интересное, что уже сейчас заявляют о том, что в 3 часа ночи, когда упал самолет в 3.40, сейчас известно, сколько людей погибло, что они все точно погибли, уже нашли ящики и так далее. Как такое может быть? Такая оперативность с Боингом, который упал на Украине летом 2014 года, до сих пор еще ящики не опубликованы, до сих пор нет никаких записей этих пилотов с авиодиспетчерами. А сейчас уже все есть. Не прошло и дня, уже есть ящики, пожалуйста, разговоры авиодиспетчеров, фотографии. То есть все, пожалуйста, все нашли, все сделали, опечатали. Ну, вам не кажется, что это, мягко говоря, бред? Ладно, в любом случае, для того, кто хочет разобраться в этой ситуации более подробно, можете зайти на сайт 911, там очень много по этому поводу сделано. Также можете сами провести свое расследование, зайти на сайты, которые об этом говорят, в группе ВКонтакте, посмотреть фотографии, проанализировать эти фотографии с другими фотографиями, включить мозг, немного подумать, это бывает полезно. Для тех, кто, скажем так, как и я, уже прекрасно понимает, что это фейк. Потому что для меня это очевидно, это фейк. Не было никакого украшения, это просто маскарад. Сделано за одну ночь. Сделано неплохо с точки зрения информации, то есть СМИ, сделано неплохо. У них была, ну, почти вся ночь на подготовку. А с точки зрения бутафории, с точки зрения, так сказать, технических доказательств сделано все достаточно плохо, потому что времени на это у них, ну, было маловато. Не успели подвезти, то есть как-то все это сделано не очень. Меня, как бы, не нужно убеждать в том, что этот самолет не взорвался. Я знаю, что там ничего не взорвалось. Я имею в виду, там самолет не падал. То есть для меня это очевидно. Другой момент. Зачем? Зачем нужно было сделать это сейчас? То есть я хочу сказать, что они хотели скрыть. Потому что для меня очевидно, если не было падения самолета, но об этом раструбили все СМИ и показали фейковое представление, значит, они хотят отвлечь наше внимание от чего-то другого. Значит, что-то произошло по-настоящему, что нам показывать не хотят. А они это что-то взяли и закрыли падением. Ну, чтобы отвлечь, как говорится, мнение масс, зрение масс, интересы масс, увести в другую сторону, чтобы все скорбили, ставили свечки, ну и так далее. Но что они хотят скрыть? Вот что главное. Я предлагаю всем, более-менее здравомыслящим людям, которые это понимают, все свои силы направить на то, чтобы понять и разобраться, что хотят скрыть. Вот что главное. То, что не было никакого крушения, для меня очевидно. Но что хотят скрыть? Вот интересно. В любом случае, это видео было записано в 4 часа дня 19 марта 2016 года. Будем следить за этой ситуацией и дальше, но, еще раз повторю, для меня очевидно, никакого крушения Боинга, который ФЗ-981, не было. А с вами был Сол Гудман. Думайте своей головой. Всем любви, удачи, терпения. На пасаран! Сол Гудман